Теперь, наконец, нервная клетка. Ура! Добились. Кто знает, как называется типовая нервная клетка? Нейрон. Отлично. Как состоит типовой нейрон? Как устроен? Глава. Чего-чего-чего? Главы у него нет. Нет. Вот некоторые названия знать надо. Итак, нейрон, конечно, крайне специализированная клетка, но, тем не менее, своя цитатлазма у него должна быть. Да. Основное скопление цитатлазма со всеми обычными органами. То есть с гидромом, метакондриями, рибосомомом, аппаратом Гольджа. Вот все, что должно быть в нормальной клетке. Накоится в одном месте, вот это скопление, и называться будет тело нейрона. Вот здесь гидром, метакондрия, аппарат Гольджа, рибосома, анастоматическая сеть. Ну, все-все-все-все в хозяйстве. Теперь, площадь поверхности, мембрану нейрона чудовищно увеличена. За счет чего? За счет образования отростков. Вот эти мембранные отростки. Они, как вы видите, мало того, что они вообще вылезли из клетки, в чем-то в сторону, они еще и ветвятся. Ну, это такое очень примерное, схематичное изображение системы, вытягивающихся отростков. Ясно, что за счет этого, что с площадью поверхностями мембраны? Причем многократно, на многопорядках. Так? Отростки у обычного нейрона делятся на грядок. Вот эти относительно короткие. Так? И сильные ветвящиеся. И у типового нейрона, как правило, один отросток есть вот такой значок разрыва. В каком месте в электрических и физиологических схемах ставит знак разрыва? Вот такой значок. Не-не-не, наоборот. Когда длина вот этой линии огромная, и на ней ничего новенького не происходит. Ну, то есть вот этот участок строен так же, как вот этот, так же, как вот этот, а вот в этом промышленном месте просто миллион таких же участков. Ну, чтобы не длить ее до бесконечности, ставим знак разрыва. Это значит, что отростки это просто жутко длинные. Вот теперь посмотрим, какой же он длины реально, да? Ну, какого диаметра примерно тело нейрона у человека? Средний размер клеток у человека? Ну, до порядка примерно. Микрометр. Да, на метр. Клетка, клетка микрометр. Конечно, микрометр, микроны. Несколько микронов. Крупные клетки, десятки микронов. Хорошо. Микроны – это тысячная часть чего? Миллиметра. Миллиметра. Отлично. А вот теперь, большой палец в вашей ноге обладает чувствительностью? Да. Обладает. Это значит, там рецепторы сидят? Да. Там сидят рецепторы. Так? Но дело в том, что кожный рецептор сам к себе не является нервной клеткой. Кожный рецептор – это вырост вот на этом конце длинного отрока. Так? Значит. А дальше сигнал от кожного рецептора должен пройти к телу нейронов. Как по-вашему, где находятся тела нейронов, так, рецепторы которых сидят на коже большого пальца? А где он находится в вашем теле? А он находится вот здесь. Граница между поясничным и грудным отделом позвоночника. Ну, посчитаем, а какое расстояние от большого пальца до вот этой точки? Метра. Ну, на самом деле, больше метра. Чтобы удобнее было считать, посчитаем метр. Итак, реальное соотношение в организме человека. Берем диаметр тела нейрона 10 микрометров. 10 микрометров. Так? А длина отростка, которая от него отошла, один метр. Вопрос. Во сколько раз длина отростка больше, чем диаметр клетчика? 10 микрометров. Понятно. Да, 100 тысяч. Это одна сотая миллиметр. Согласны? Да. Один метр. Это сколько миллиметров? Тысяча. Тысяча. Вопрос. 10 микрометров. Это какая часть одного метра? Одна стотысячная. Одна стотысячная. Теперь переходим в этот масштаб. Какой диаметр вот у этого тела нейрона? 2 сантиметра. Нет, нет. Сантиметр дайте примерно сколько это? 50. Ну, не 15 больше. 20. 20. Отлично. Вот если я тело нейрона нарисовал такую величину, где должен кончиться этот отросток, на каком расстоянии? 20. Да. В 100 тысяч раз больше, значит, 20 сантиметров на 100 тысяч, что мы получим? 2 миллиона открытых. Да? Сколько у нас, в метр переведите сначала? 20 тысяч метров. 20 тысяч метров. То есть, если я нарисовал нейрон вот таким, окончание от два отростка в 20 километрах от этой доски. Понятно? А для того, чтобы вы себе представили соотношение между самим нейроном и вот этим его один-единственным отростком. Вот такие супер отростки, называются аксоны. Аксоны. Ну, кстати, пример с чувствительностью большого пальца, на самом деле, я сходу не очень хорошо привел. Лучше с подвижностью сделать. С подвижностью будет совершенно корректно. Пошевелить большим пальцем вы можете? Да. А это значит, что в мускулатуре, приводящей в движение большой палец, подвод есть? Есть. Так? Длина вот этого провода, который идет к мышце, приводящей в движение большой палец, тоже около одного метра. И вот тогда весь этот расчет окажется верным. Почему с чувствительностью, на самом деле, проблемки через занятие вам будет понятно. Хорошо. Значит, вот они, основные части нервной энергии. При этом важнее являются даже не то, да, итак, вот этот длинный, ветвяющийся только на конце отросток, Аксон, а вот эти более короткие, сильно ветвяющиеся, дендриты. 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 Кто знает, что по-русски означает слово «дендрит»? Дендрарит. Ботанический сад типа «дендрария». Это что такое? Дендрит – дерево, а в ботанических садах «дендрария» в основном цветы или деревья? Деревья. Деревья. Дендриты. Древовидные отростки. Так? Но вот на самом деле важнее даже не то, а важнее, а важнее, важная специализация. Дендриты – это приемники сигнала. То есть каждый дендрит может принять сигнал и передать его к тему нейроза. Вот так. Передать сигнал куда-то через дендрит невозможно. Это система приема, но не передачи. А аксон. Принять сигнал аксон не способен. Зачем тогда он нужен? Передача. Пооборот, до передачи. То есть аксон – это система передачи сигнала, дендрит – это система приема сигнала. Почему это так, как это работает, сегодня мы с вами разберемся. Вот это на самом деле основа работы нервной системы и обработки информации в нервной системе. Уже сегодня после обеда мы с вами из нейрончиков, если будет все нормально, если окажется, что все модели вы прокрутили, простейшая система, обладающая памятью, допустим, мы с вами сможем построить. Можно осторож? Да. Мы же чувствуем, вот, все-таки, чувствуем предстояние и так далее. Должна быть не только передача сигналов, но еще и сприятие. А если… А я, релесть моя. А восприятие – что такое? И задумалась, и впала, и правильно сделала, что характерно. Значит, вы умудрились коснуться одной из самых тонких тем. Один из самых сложных вопросов, да? Который мы обязательно в драконистике будем с вами обсуждать, это одна из важнейших тем, касающихся не какой-то конкретики и даже не физиологических процессов человека, а касается, в принципе, развития науки в 20-м и 21-м веке. В чем дело? А дело в том, что вот просто на примере физиологии нервной системы видно очень здорово. Исследованием каких процессов занимается естественная наука? Исследованием процессов, которые, конечно, присвоятся к физическим и химическим преобразованиям. Вот это поле игры для пиологов. Отлично. Хорошо. То, что вы назвали восприятие. А здесь мы попадаем в такое ущелье, которое хорошие ученые, причем настоящего хорошие профессионалы, приучили себя не пить. Дело в том, что одно из условий, без выполнения которого нельзя стать хорошим физиологом, это привыкнуть работать только с фактами, проверяемыми физическими, химическими. Все остальное, ну просто в силу специфики науки, какие-то тезисы на веру поднимаются. Просто принял на веру, поверил в это и не проверяю. Не, ребята, это не наука будет уже. Это будет либо искусство, либо идеология. Все, что угодно, кроме науки. Наука просто не так устроена. Хорошо. Опять помните, когда про ДНК, РНК говорили, про гены говорили, может ли информация существовать сама по себе? Нет. Нет. Носители не нужны? Да. Так вот, физиология занимается носительным процессом. Физиолог может отлично разобраться с проходом формирования сигнала, проходом сигнала, взаимодействием сигнала, возникновением ответной реакции. Вот это прямая задача физиолога. Но может ли физиолог хоть что-нибудь сказать о том, почему и, самое главное, что именно вы ощущаете? А вот ощущениями физиология не занимается совсем. Это не ее область. Это область другой науки, которая как называется? Психология. Психология. Разумеется, психология восприятия. И вот между этими науками существует непроходимая до сих пор пропасть. Первым обратил внимание на эту пропасть не кто-нибудь иной, а Рене Декарте. Что это за человек такой пункт? Вы, это фамилия в связи с чем, с Лешиганом? Система Гардена. Да, Декартовая система Гардена. На самом деле совершенно гениальный француз, который оставил по себе, ну, прежде всего, математикой мы только условно можно назвать, он, конечно, Келос в первую очередь. Так? Он первым сформулировал, насколько я знаю, первым, психофизиологическую проблему. Так? То, что очевидно существует параллельное течение психических и физиологических процессов, но вот как они качественно связаны друг с другом, мы не знаем. Надо сказать, что психофизиологическая проблема Декарты до сих пор не разрешена. В серединке 20 века, точнее, в последней четверти его, возникло ощущение, что вот еще чуть-чуть, еще немножко, и доберемся, поймем взаимосвязь. Но дело в том, что, начиная с середины 20 века, наука устойчиво берет ориентир движения немножко в другую сторону. Гуманитарные процессы все в большей степени начинают исследоваться только в той степени, в которой они могут повлиять на реальные жизненные задачи человеческие. На успех выборов, на выигрывание судебного процесса, на формирование общественного мнения, на формирование покупательского рынка. Прикладные задачи. Общетеоретические гуманитарные науки, которые к 70-м годам 20 века, на самом деле, вышли на необычайную высокую уровень. Начинают и грабируют. Причем это не только... Ну, в России это вообще отвальный процесс просто. Но по всему миру популярность вот этих исследований резко падает. Базовая теоретическая гуманитарщина. Поэтому хороший, по-настоящему хороший естественник, к гуманитарным наукам всегда будет относиться пренебрежение. Ну, а эти гуманитарии, у них все не точно, ничего же считать нельзя. И термин «неграмотный человек и гуманитарий» для естественника примерно синоним. На самом деле, конечно, несправедливо. Просто структуры научного знания совершенно разные. В драконистике мы потом поговорим. Такие из абсолютно непроходимых требований естественных наук в гуманитарной сфере просто не работают. Ну, в частности, во всех естественных науках время считается обратимым или необратимым потоком? Необратимым. Необратимым. Если вы выбросите тезис о необратимости времени, сможете ли вы построить современную физику, допустим? Дело в том, что в основе всех естественных наук лежит причинно-следственный принцип. Так? Ну, слова «причинно-следственные отношения» для вас, наверное, знакомы. А кто может попробовать сформулировать, что это такое причинно-следственный принцип, нарушить которого не имеет права ни один представитель естественных наук. На самом деле, это достаточно просто. Можно сформулировать. Речь в том, что ни одно еще не произошедшее событие не может определять уже произошедшее. Время, что-то в одну сторону, и то, что еще не произошло, не может никак повлиять на то, что уже было во времена. То, что уже было, мы как назовем? Причинно. А то, что будет на основе уже произошедшего? Следствие. Следствие. Вот они и есть причинно-следственные отношения. Теперь давайте подумаем об умнитарщине. Так? Эта психология, непроизошедшее событие никогда не влияет на то, что уже произошло? Или на то, что сейчас происходит? Влияет. Еще как влияет. Это дело называется «цели-полагание». У вас есть цель. Понятно, что чтобы говорить о поведении, вот ни одна поведенческая схема без идеи цели, гуманитарная поведенческая схема, вот в физиологии запросто отходится без всякой цели. Там все просто, как в электросетях. Нажал на кнопку, так, значит, и в результате система зажужжала, 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 и потом завернулась. Так? Никакого представления о цели нет. Ну, можно, наверное, и так относиться к собственному поведению, что я такая панель, на которую в разных точках нажимаю, и в результате этого у меня что-то там дрыгается в определенной последовательности. Не знаю, мне так к себе, да и к вам тоже, относиться скучно. Я предпочитаю считать, что поведение управляется системой целей. Системой предпочтений, желаний и так далее. Скажите, пожалуйста, стремление к цели, это стремление к тому, что уже было, или к тому, что еще не произошло? Будет ли это стремление определять характер ваших действий? Будет. Ради бога, что мы получаем? А мы получаем нарушение причин и следственного принципа, базы естественных наук. Не произошедшее определяет то, что уже было. Мы не умеем так работать естественной науке, хоть делимся. Поэтому, а система перехода из одной структуры представления в другую, исключительно сложная и очень плохо разработана. Грамотная. Не такого лобового права, так и грамотного. Байк-майк, ответить на ваш вопрос, а как? Я не знаю, я вас поплю в облаку, когда я могу расписать все движение сигнала, которое произойдет в вашем случае, и приведет к тому, что вы отскочили в сторону, сказали несколько энергичных слов, и потерли пострадавшее место. Вот все проходы, всех сигналов я могу вам объяснить. Но при этом никто, если кто-то скажет, что можно это сделать, внутренне похищение. Никто вам не объяснит, что такое ощущение боли, которое вы при этом переживаете. Ощущение вич хитрая. Физиология отношений не имеющих. Да? О, ну я болю, что я вас совсем заморочил.